Полностью шатнулась самооценка. Тупо все в прыщах. Точно, что нельзя делать, давить прыщи. Я всю жизнь ищу свой идеальный тональный крем. Если вы хотите понять, плотная у вас кожа либо тонкая, вы можете посмотреть на себя без макияжа в зеркаль. Красивым жить легче, но красота и счастье не связаны. Для того, чтобы подобрать идеальную натуральную помаду для себя, нужно ее подобрать под цвет своего же соска. Соска? Ладно, чтобы Мартина меня не задавила. Ой, привет! Привет! Сегодня мы разберем косметичку настоящего ютуб-продюсера. Ты становись туда? Давай. Это же твоя рабочая сторона? Да, без разницы, я везде красивая. Я недавно делала опрос в инстаграме, какая же у меня рабочая сторона. Все сказали, что я и так, и так красивая, и что у меня нет рабочей стороны, но потом я поняла, что у меня все-таки рабочая эта, потому что с этой стороны у меня активнее носогубка, у меня, я говорю, чуть-чуть на правую сторону, и у меня есть асимметрия в эту сторону. Ну, лицо асимметрично у всех. И та сторона, которая выше, например, скула выше, века подвижная больше, это вот эта часть, которая двигается, значит, та сторона у вас будет рабочая. Вот здесь у тебя скула выше, и глаз этот у тебя выше, поэтому она у тебя более рабочая. А носогубная складка, кстати, означает меркантильность. Вот там, где она глубже, это у тебя с какой стороны получается? С правой стороны. Значит, ты меркантильно больше к рабочим моментам, ты не будешь работать без денег. Точно не буду. Для тебя самое главное. Точно не буду. А здесь носогубная складка у тебя чуть-чуть дальше, даже она дальше от рта расположена. это говорит о том что если даже у твоего мужчины вдруг будет какие-то финансовые сложности ты его поддержишь скажешь но ничего страшного давай у меня сейчас есть финансовая подушка мы с тобой сейчас делаем и так далее то есть для тебя все равно важнее с мужчиной личные отношения чем деньги тупо ради денег ты с мужчиной не будешь потому что ты сама можешь заработать у тебя это носогубка аж вон до каменки практически у Мартина дорогой продюсер я вам сразу скажу поэтому это видно по носогубной складке у меня подколотые носогубки и уголки рта потому что раньше мало того что у меня брови вот так были как они называются демоническая форма брови от этого взгляда плавятся сковородки демонический тип брови теперь понятно я пытаюсь постоянных выровнять чтобы не казаться злой что у меня злой взгляд еще у меня носогубки и уголки опущены я когда вот так поворачивалась и человек думал что я хочу его уволить понимаешь ну просто брови это вообще моя боль во-первых люди не знают что с Аней началась профессия бровист в нашей стране то есть вообще слова такого не существовало я просто умею классно пиарить я же не зря продюсер вот я помню тот момент когда в каком 2014 году вдруг появилась профессия бровист кто этот человек бровист вот а какие были еще варианты как вы хотели назвать брови мейкер там например как мейкап артист да броу артист например чтоб и мы создавали ассоциацию решили назвать ее бровист вообще мы в принципе открыли первый броу бар в украине и все классные специалисты в стране они все равно когда либо учились у нас бабушка бровистов я тебя запишу обязательно хорошо ну давай открывай если честно я когда к тебе ехала я думала блин тут у меня лоховская косметичка бимбо и лола думаю надо у кого-то гуче отложить или знаешь луи виттон типа для статуса я такая модная приехала потом думаю да ладно привезу свою реальную это моя реальная косметичка стоит 49 евро смотри у тебя очень много тональных крем да это моя самая большая боль я счастливый обладатель самой ужасной кожи нельзя свою кожу ругать ладно я счастливый обладатель проблемной жирной пористой кожи от особенной кожи особенно с особенностями мы не говорим в салонном бизнесе они доста мы всегда говорим особенности это как-то выделяет окей поэтому я всю жизнь в поисках идеального тона что именно у тебя акне бы и либо все вот если можно все просто единственное что она классно очень регенерируется и не осталось не вот этих вмятин дырок это сразу видно кстати если вы хотите понять плотно у вас кожа либо тонкая вы можете посмотреть на себя без макияжа в зеркаль если вы видите покраснение сосудики значит вы видите уже дерму и значит у вас сам эпидермис очень тонкий в таких случаях точно что нельзя делать давить прыщи там делать какие-то механические воздействия даже очень жесткие скрабы пилинги делать нельзя потому что кожи будет очень тяжело регенерироваться а вот у тебя кожа плотно ты не представляешь я умею так выдавить прыщ что утром его нет вообще не остальные не ставятся ни пятна ничего но один у меня сегодня остался я думаю буду рассказывать что у меня прыщи а доказательств нету и тут обс просыпаюсь а он есть нормально один прыщ меня не подвел спасибо дружок чтобы все знали что у меня есть прыщи и ты пыталась всегда скрыть если можно пройти все возможное все лечения я переливала кровь делала все возможные пилинги вот все что можно было сделать я сделала все поэтому не просто я не просто замазывать но выбрать тон для такой кожи это большая беда я всю жизнь ищу свой идеальный тональный крем пока что я вот к чему пришла смотри очень много лет моист я да это armani maestro он тонкий при этом имеет чуть-чуть такую как-то пудровую состава не хотела ну ты себя такой достаточно и сверху не нужна пудра поэтому в целом это классный у меня когда-то было там шесть банок всех оттенков я их смешивала на лето один там и так далее но потом он не стал сильно сухим каким-то маэстро хороший на самом деле тональный крем я его точно так же рекомендую у него такая силиконовая основа ты когда его копаешь он как будто бы как водичка да потом ты его нанес чик он сразу зафиксировался потому что силикон испаряется здесь летучий силикон и он вам создает пленочку если он для тебя стал тебе сушить то значит нужно просто под него правильный уход подобрать уже это просто еще кожа вместо стало более сухой она была очень жирная стала более сухая и я перешла на вот этот bobby brown и какой-то период времени он не был ок а потом у меня начал появляться блеск буквально через час и мне теперь он уже не нравится тон этот не плохой но если между этим этим я бы выбрал маэстро да а потом год и мне подарила вот эту фигню benefit всегда как это раз разноцветная выглядит как будто подростковая косметика и это такая штука вот просто ты берешь вот эту штучку от окопаешь и очень тоненько вот проходишься напиши на запор профессионал пор минимум минимальзер вместе с тоном да и это прям космос находка а это прям вот я рекомендую всех у кого есть поры у кого жирная кожа и не может найти тональное средство вот прям честно мартина рекомендует benefit специализируется на различных вот этих поросужениях у них очень много баз подпор для вскрытия пор но то что если вы пользуетесь такой штукой я вам очень рекомендательно настоятельно вернее рекомендую хорошо смывать да потому что он его всех вымоешь то есть обязательно мне ты мне подарила вот год и мне это подарила а ты мне подарил свой тон где-то он мне расскажи как тебе слушай он мне понравился но его смыть его не взяла на он самый стойкий из всех что ты показала это за стойкий тон его смыть просто до невозможно я уже бы и так и так и так как его смывать я тебе подарю но этот тон 24 часа даже можешь прыгать в бассейн почему мы вообще сделали тональный крем потому что мне нужен был продукт который бы подошел всем вот наш тон который подходит всем это не относится к тонкая кожа толстая жирная зависимость от того как ты его нанесешь то есть нанес более плотным слоем причем его можно наслаивать если у меня приходит мужчина хочет сделать себе макияж женщины да в таком травести стайл я могу передать любую бороду например абсолютно кстати его он тоже любит наш тон у него есть если вы не видели серию с егором вот тут появится ссылочка если хочешь тоненько может тоненько и он совмещается с абсолютно всеми базами под макияж то есть ты можешь туда добавить базу размешал и получил биби крем то есть это такое многофункциональное средство по большому счету все те тона которые у тебя есть ты можешь заменить просто одним продуктом вот например добавил какую-то сыворотку с гиалуроновой кислотой и ты получишь себе маэстро окей так смотри вот это знаешь что это нет этого не знаю вот это расскажи мне это средство от прыщей у кого вообще есть какие-то проблемы в принципе проблемы герпес прыщи мозоли и так далее вот эта фирма она продается в европе урго у не у них есть все вот эта штука это если у тебя выскочил пришел так хоп нажала и утром он исчез да вот показываю вот я купила во французской аптеке была недавно в париже и купила во французской аптеке но есть еще такая штука у них которая полностью заклеивает герпес мне год и показала на носу на губах и вообще его не видно все модели используют прикинь это такое вообще ноу-хау и у них получается всегда вот такая огромная стойка и там 150 средств которые именно спасатель на все случаи жизни у них даже есть знаешь когда нож коленку типа разбил спрей и на хоп затянула вот поэтому у кого проблемная кожа как бы рекомендую ты спрашиваешь у всех какой ты была в детстве вот спроси у меня какой ты была в детстве красивая или нет вот сейчас появится фотография мартина красиво до 12 лет меня этом любили из из десяти мальчика в классе 8 вот а потом я помню шоу девяносто пятый год да я древняя мне исполняется 12 лет я еду в артек и потом я возвращаюсь и мой дедушка который встречает меня на вокзале говорит боже дитина совсем меньше вернулась а у меня на лице живого места нет тупо все в прыща и моя жизнь полностью радикально изменилась полностью шатнулась самооценка я из красивой девочки стала просто монстром ты можешь себе представить тогда окси только был крем против прыщей у нее вот как раз в таком периоде в возрасте у нее начались высыпания очень сильные и прям огромные огромные прыщи что называется и вот она сразу начала пользоваться тональными кремами но тональные крема какие раньше были там эйван да причем выдавил замазал только эйван был только эйван и крем окси все больше ничего я думаю но уже нечего терять ну как бы и так я уже стало страшно ну типа уже 4 течего и я начала экспериментировать сначала я поселилась под каре а потом я побрилась под насадку вообще до 31 августа это был протест 98 года на день рождения своего папы я побрилась под насадку 7 миллиметров и пришла так в ресторан я не знаю то есть я пыталась вот просто хоть как-то изменить эту ситуацию ну знаешь типа истерии ну ладно теперь я некрасивая будем брать харизмой или там будем брать неординарностью ну кей раньше обращали на тебя внимание а потом в определенном момент перестали обращать наверное таким образом и честно я тебе скажу у меня закрепился этот комплекс я до сих пор не считаю себя красивой вообще то есть когда мне пишут мартина вы красивая я такая смотри это точно не влияет на мою самооценку я считаю что я умная харизматичная трудолюбивая профессиональная мужчинам я нравлюсь им всегда со мной весело интересно и так далее но я точно не беру красотой вот у меня есть такое ощущение то есть я ощущаю себя некрасивой ну да какой-то интересный вот приблизительно так ну то есть красота и счастье связано между собой вот ты не считаешь себя красивой но ты считаешь себя счастливой да я считаю себя абсолютно счастливым некрасивым человек сейчас когда уже у меня не проблемная кожа я стала ну как бы более ощущать себя красивой то есть все связано только с проблемной кожей знаешь у меня родилась очень красивая дочь очень вообще кстати малая у тебя просто огонь когда я увидела ее на фотографии думаю все модель надо будет обязательно пристроить к себе поснимать очень красиво она очень красивая и ты знаешь вот конкретно с ней мне кажется что красота и счастье связаны потому что она она не сознает и 9 лет но она говорит мама нет ни одного дня чтобы ко мне кто-то не подошел не сказал что ты красивая она уверена что она будет жить в монако что она выйдет замуж за принца и потому что она красивая то есть она вообще полностью в этом убеждена красивым жить все равно легче красивым жить легче да но я знаю при этом очень много красивых девочек которые с очень низкой самооценкой с очень низкой когда им говорят ты красива а она вообще так не ощущает себя поэтому мне кажется все-таки красивым жить легче но красота и счастье не связаны дочка твоя мечтает выйти за принца ты за кого мечтал выйти замуж я вообще не мечтала выйти замуж. Вот просто вообще не мечтала. Я в 12 лет смирилась с тем, что у меня прыщи и что мне надо брать харизмой. Во сколько ты вышла замуж, скажи мне? Я вышла замуж в 29 лет, 10 лет тому назад. А ты когда с мужем познакомилась, ты накрашенная была или нет? Когда я познакомилась с мужем, это было на горе, на 11-м подъемнике, на горнолыжном курорте. Я была в балаклаве и в шлеме. Я была не накрашенная и у меня харя не то, что была красная, она была бордовая, потому что было минус 15. И его лица я тоже не видела, я увидела только его руки. У него очень красивые пальцы, он нес глинтвейн. Я увидела его пальцы, на соседнем столе он его поставил и я спрашиваю, кто ты по гороскопу? Он говорит, Козерог. Я говорю, ты будешь моим мужем. Да ладно? Да. Ну это смешная история, но как бы так и было. И мы в тот же год поженились. Так, ну что, дальше поехали? Что у тебя тут еще? Так. А это что? Смотри, вот это и это. Это единственные тенюшки, которые я использую. Вот смотрите, видишь? Я считаю, что это тенюшки, они такой баклажан с бордовым. Это говорит сразу о твоем творческом складе мозга. На самом деле этот цвет, да. Серьезно? Когда я наношу эти тени, они просто светятся, они подчеркивают цвет, они добавляют зелень, да? Да, потому что красный всегда усиливает зеленый. То есть, если вы хотите подчеркнуть, например, зеленые глаза, выбирайте оттенки с красным началом. Например, фиолетовый, коричнево-красный. Плюс этот цвет еще называется цвет усталости. И когда мы его наносим, наше лицо, оно сразу становится как будто бы свежее. Но это конкретно для твоего цветотипа. У тебя неконтрастный холодный цветотип, поэтому тебе лучше выбирать цвета для макияжа неконтрастных, то есть не зеленые, там яркие, например, тени, голубые и так далее. И которые содержат больше 50% серого. Вот как это понять? Ты открываешь этот цвет и такая думаешь, а какой же этот цвет? То есть он и не баклажанный, и не сиреневый, и там не фиолетовый. Значит, в нем больше, чем 50% серого. И ты поэтому не будешь ему придумать название. Если ты четко смотришь на этот цвет, ты сразу говоришь, это красный, например, потому что в нем мало серого. И все цвета вот такого странного начала, это все твои оттенки. То есть не зря я такую выбрала, да? Нет, все четко по цветотипу вообще. Честно, я же три года сидела в кадре в ежедневном эфире. Меня красили, 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 красили. И я уже понимала, что мне идет, что не идет. Если честно, я когда смотрю эти видео, ну, слава богу, что тогда еще не было ютуба и программа ДВС на телеканале ТЭТ, если вы помните, знаете, это люди не могут меня вспомнить. И когда я говорю, историю людей на звучании я вообще, я скорее худею, я Мартина Лукьяншенко, витаю вас. А они все, ааа, точно, я же тебя видела. А это было такое время, Аня, ты не понимаешь, ты бы просто плакала, ты бы просто плакала, чем меня красили. Вот этот, знаешь, стик, криолайн, и как он назывался. Мало того, что у меня прыщи, а у меня еще, блин, фигачили этим криолайном. Нескончаемый процесс, криолайн прыщи, прыщи криолайн. В этом стике, кожа вообще не дышала. Это был такой ад. Еще меня ужасно красили. Я сейчас выглядела моложе, чем когда мне было 24, и я работала в кадре. Обязательно сейчас появится фотография, я 24 в кадре, и вы тогда поймете, как я выглядела. Спустя время осознала, что именно эта, вот эта косметика и вот эта вся история сделала мне такую психологическую травму, что я не хочу в кадр обратно. Чтобы не выглядеть старше в кадре, во-первых, выбирайте цвета, которые не темнее вашей природной тени. Вот, например, в твоем лице мы ориентируемся на носогубную складку. Это самые темные и самые холодные тени, которые должны быть в твоем макияже. Потому что, если мы что-то выберем там темно-серое, это сразу будет давать возраст. Кроме того, обязательно обращайте внимание на линии, падающие в вашем лице. Например, если мы поведем скулу вниз, бровь вниз, либо, например, в твоем лице уже изначально есть складка, которая дает вниз направление. Если мы хотя бы чуть-чуть угол подчеркнем, то это сразу будет плюс 5 лет. То есть, если бы я, например, тебе красила, я бы вообще не красила глаза. Я знаю, я тоже, когда у меня просто реснички, я просто моложе и красивее. Вот в твоем случае, например, чтобы сделать моложе лицо, это румяна. Вот, вот, вот они. Я вообще человек румяна. Я лучше румян в жизни не встречала. Это какой-то итальянский бренд Diego Dalla Palma. Это не попсовый бренд. Да, вот редко встречается. Да, редко встречается, стоит 30 евро. Гель Elan прозрачный Аня подарила. Да, это, кстати, один из топовых наших средств. То есть, он, наверное, есть у всех девушек. Киева так точно. Ну, 90 процентов точно. Ты знаешь, у меня Майя отжала его? Потому что она, у нее длинные ресницы и прозрачные. И из школы нельзя красить свои 9 лет. И она себе красит брови и ресницы, типа она заплаканная принцесса. Я вообще ненавижу наклеенные ресницы. Вообще. Мне сегодня девочка спрашивает, наклеим? Нет. Я вообще не люблю все, что ненатуральное. Протезики называется. Да. И особенно девушек с наращенными ресницами. Не понимаю, но, ну, слушай, как бы... Смотря как, смотря что. Это тоже такое очень... Например, у меня наращенные волосы. А скажи мне честно. Да. Мне вот пару мужиков рассказывала, что вот когда наращенные волосы, говорит, и типа вот я вот так руку ей волосы это, а там как вот эти знаешь... Как воши. Как воши. Как воши. У меня поэтому другая система наращивания. А, да. Я же сама парикмахер. Я поехала, тучилась. У меня... А можно я попробую? Да. Но у меня такое, как трес. Видишь? А-а-а. Один сплошной. Ты их снимаешь дома? Нет. Они снимаются. А как ты голову моешь? Нет ничего. А как ты голову моешь? Просто... Ну, во-первых, я не мою голову дома сама. У меня салон. Я поехала, мне помыли. Вот точно. Я забыла. То, что я должна рассказать. Консилер. Консилер. Под глаза. Я пользуюсь Ивсаларан двойкой. 15 лет. Вот как его выпустили, я его не меняю. У меня заканчивается один. В Дьюти Фри продается, знаешь, по три штуки. Да-да-да. Я их сразу беру оптом. Видны сейчас морщины под глазами. У меня... Да. У тебя тоже видно морщины под глазами. Потому что мне накрасили другим консилером. А если накрасить вот этим консилером, то не видно... Нет, он просто очень легкий. Он очень легкий, но он реально не утяжеляет именно... Он не подчеркивает морщины. Но он ни что-то не скрывает. Вот лучше пусть у меня будут синяки, чем морщины. Да, просто здесь вы выбираете. Вот тогда люди сейчас напишут. Вы за что? За синяки или за морщины? Синяки и морщины. Я считаю, что лучше ходить с синяками под глазами, чем с морщинами под глазами. Я за складки. Это не морщины, это складки. Так, теперь по поводу... Помад давай, у тебя их много. Я ненавижу матовые помады. Я просто... У меня от матовых помад аж свобит. Почему? Из-за того, что сухо? Слушай, расскажу тебе. Честно, это появилась история, когда я начала читать стихи. То есть ты выходишь на сцену и тебе нужно просто отработать концерт, когда тебе нужно просто говорить в микрофон. И оно дает такую сухость матовые помады. И просто невозможно работать. Просто отработать концерт. Я думаю, я вот не знаю, как эти певицы с матовыми помадами поют. Под фонограммом. Ну разве что. Ну честно. Поэтому я... Это моя самая любимая помада. Стоит вообще 3 копейки. Это Maybelline. Но самая дешевая версия какая-то там типа 100 гривен. Мой самый любимый 173, ну короче, вот такие. Они все натуральные. Кстати, а расскажи мне вот этот миф. Все говорят, что то, как ты помаду типа стачиваешь... Я думала, другой миф. Есть... Но это не миф, это, кстати, правда. Для того, чтобы подобрать идеальную натуральную помаду для себя, нужно ее подобрать по цвету своего же соска. Соска? Да. Я не буду вам сосок показывать. Но у меня светлее, чем этот. И второе, моя любимая, это Bobby Brown. Вот такой тоже нюдовый. И видишь, цвет тоже очень тяжело сказать его... Сосок у меня тоже... Ну если размазать, то в принципе такой у меня сосок. Фотографию мы сюда вставлять не будем. Да, вот это, кстати, твой идеальный цвет. Да. Если взять по твоему цветотипу... Вот не зря я его выбрала. Это прям супер натуральный. А по форме губ, конечно, есть физиогномика, например, да, если там губы большие, или там рот большой. Вот иногда бывает рот огромный, а иногда, знаешь, фишка, кстати, есть люди, у которых постоянно зайды вот здесь. А, да? Это чего? И большой рот, и зайды. Это значит, они хотят намного больше, чем они могут переварить. Вот эти люди, которые постоянно мало. То есть они заходят... Серьезно? У меня никогда не было зайды, в жизни не было. У тебя, кстати, очень большой рот по сравнению с твоими пропорциями губ. И нос маленький, да, а рот такой... Да, это, знаешь, вот такая очень хватка. И своего не отпустишь, и можешь сразу делать много дел. То есть можешь... Самое главное, чтобы с таким ртом не было потом панкреатита. Иногда, знаешь, проблем с желудком, потому что ты можешь очень много хватать, но можешь не переваривать. А, окей, нет, у Меткова нет. Хочу тебе подарить подарок. Он, мне кажется, будет очень актуальный, как мы сегодня разобрались с тобой. Да нет, давай я буду смотреть. Ну, тут есть и просто так... Хочу тебе подарить подарок, а там целый склад. Не, вы должны увидеть. Давай вот это сначала. А что это? Ну, открывай давай. Это румяна. Серьезно? Ты хочешь, чтобы я изменила своим вот этим итальянским? Видишь, как... Ты почувствовала, что... Я считаю, что этот цвет будет тебя делать моложе. Не, мне такой нравится, смотрите. То есть он будет... Это такая типа... Его очень классно вот сюда еще на носик. То есть румяна. Очень красиво. Носик. И можно чуть-чуть навеки. Хочу показать тебе еще прикольную штуку. Она очень дешево, стоит 230 гривен. Я не увидела, кстати, у тебя хайлайтера. А ты знаешь, что я пришла в этот мир, чтобы возненавидеть хайлайтер, чтобы запретить всем использовать хайлайтер? Люди должны понимать, что я продюсер. Если вы нанесли хайлайтер в кадр, то есть, понимаешь, и тут чуть-чуть есть светоотражающий прибор, просто лицо горит. Перекрыть это невозможно. Мы столько раз перегримировали людей в моей жизни, что в какой-то момент я просто объявила всем своим визажистам, что если у кого-то в косметичке будет хайлайтер, вы будете автоматически уволены. Поэтому в моей косметичке вы никогда не увидите хайлайтер. Будешь мазать грудь. И ноги. Грудь и ноги. Это офигенная кисточка для... Это наши Элан кисти. Класс. Спасибо. Это ворс Гуатлон. Два года назад он выиграл премию как самая лучшая разработка в бьюти мире. Он повторяет полностью натуральный ворс, но это синтетика, потому что мы боремся за животных. Так. Чтобы их не убивали. Потому что он полностью повторяет ворс брелки, но он синтетический. Класс. Компионов для теней. Вот твоих бежевеньких как раз будешь наносить. Спасибо. Спасибо. Это важно для продвижения. То есть если вы хотите, чтобы мы снимали для вас больше полезного контента, а я уверена, что вы хотите, пожалуйста, вам не сложно нажать вот эту кнопочку, а для Ани и для нас, для команды это очень важно. Если вы хотите плюс 10 карми, тогда нужно поставить лайк. Спасибо, что досмотрели видео до конца и до встречи в понедельник. Пока.